Возмущение Виктора Якунова понять можно. Уже больше года мужчина с семьей переезжает с одной съемной квартиры на другую. И сегодня они вновь перевозят вещи во временное жилье, расположенное в доме номер 20-1 по проспекту Комсомольский. В этой пятиэтажке первый подъезд был восстановлен несколько лет назад за счет местного бюджета, и теперь в нем располагаются социальные квартиры. Одну из них и предложили чиновники семье Якуновых, как временную альтернативу их аварийному жилью. Новые хозяева понимают, что жилье далеко от идеального, но зато платить за него гораздо меньше, только за коммунальные услуги. Но и наводить порядок тут придется очень долго. И вот с щетками все это мыли, все равно, чтобы цена осталась. И так более-менее стала. А так вообще зашли здесь. Ужас, что было. Дочь Виктора Наталья хорошо понимает, что этот вариант временный, и очень надеется, что задержатся они здесь ненадолго. Даже если, как бы, на постоянно предоставят, жить здесь не стоит. Даже только вот один, вот минус район, это опасно жить. Постоянно убийства, постоянно драки, страшно. Уже этим летом чиновники обещают отремонтировать кровлю в аварийных квартирах темиртаутцев. Сейчас в Акимате ведут подготовку всех необходимых для ремонта документов. Вроде бы собираются где-то делать. Сейчас вроде бы ПСД начали разрабатывать. И вроде бы собираются делать в этом году. Дай бог, конечно. Уже вот это туда-сюда ездить надоело. Вещи уже вон все и так рассыпались. Всего в начале 2015 года в результате разрушения крыши в доме номер 66 по улице Димитрово аварийными признали три верхние квартиры. Отремонтировать кровлю в Акимате планируют по линии ЧАЭС. Часть средств будут просить у областного Акимата. Но горе-новоселы очень надеются, что это будет последняя съемная квартира. И уже в этом году они смогут вернуться домой. Искандер Байкенов, Владимир Пороховой. Новости Тимиртау.